Друзья, всем огромнейший привет! С вами Александр, канал Ты Турист. 7 ноября у нас сегодня, время 12 часов 38 минут. Вы, наверное, смотрите этот ролик либо 8, либо 9 ноября, но, тем не менее, поверьте, сильно постройки ничего в домиках, которые мы сегодня посмотрим, не изменятся. Итак, прямо сейчас вы смотрите на дома Самбо и Румбо. Вот там вот между ними немножечко просвечивается Ча-Ча-Чан. Также посмотрим на квартал Happy Planet, ну и, может быть, еще что-то попутно, пока точно не знаю. Поэтому заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее. Ну, а мы начинаем! Ну что, вот отсюда очень неплохой вид на домик Ча-Ча-Чан, на его дворовую сторону. И, наверное, можно попробовать подняться. Вроде сильной грязи нету. Посмотреть, как здесь идет строительство школы. Строительство школы идет как-то вот так. Но уже немножечко залили по сравнению с прошлым разом, то, что мы здесь гуляли. Конечно, грязь на стройплощадке стоит ужасная. Ну и вот домик Ча-Ча-Чан. Домик Ча-Ча-Ча как-то наименьшая степень готовности кажется по сравнению с самбо и румбом. Боковая сторона домика Ча-Ча-Чан и вот самбо и румбом. Да, самбо и румбом буквально несколько есть окошек, которые не застеклены. В Ча-Ча-Ча таких окошек намного больше. Даже вот эта боковая сторона уже больше, чем в самбо. Давайте вот отсюда, от дома Сальса, покажу вам домик Ча-Ча-Ча. А нет, вы знаете, в румбе тоже достаточно таких вот окошек, которые еще не застеклены. Вот именно вот эту часть. Если румбы мы смотрим, то да, еще он, наверное, плюс-минус одинаково. Самбо, может, чуть-чуть опережает. А эти два домика такие на одном уровне. Домик Фламенко прячется за елками. Белая аэронавигация. Мазурка. Домик. Сейчас Полька выглянет. Так, ну что, наверное, вот отсюда мы с вами еще посмотрим немножечко на Ча-Ча-Ча. И тогда будем перемещаться в квартал Happy Planet. И, наверное, еще уже, если мы школу посмотрели, что у нас еще с вами важно, это поликлиники. И, наверное, заскочим, посмотрим, как идет ход строительства поликлиник в квартале Северная Европа. Ну, а вы, если еще не подписаны, вот прямо сейчас обязательно подпишитесь на канал, пока я еду в квартал Happy Planet. Ставьте лайки и пишите комментарии. Вы можете в комментариях задавать свои вопросы, которые вас интересуют. Также можете писать свои пожелания по поводу, какие домики, показать в моем следующем выпуске по вашим заявкам. Жители квартала Happy Planet и жители квартала Танцы не дадут соврать, что совсем недавно их кварталы были в моих выпусках. Но вот они написали, и поскольку других пожеланий не было, не было пожеланий готовых кварталов, не было пожеланий строящихся кварталов, то я снова здесь. Единственное мое правило, то что я не снимаю две недели подряд одни и те же дома, но если прошла хотя бы уже одна неделя, то есть через выпуск, через выпуск вполне спокойно снимаю. Поэтому пишите комментарии, ну и надеюсь подписочку вы уже оформили. Все, двигаемся в квартал Happy Planet. Домик Сеул, квартал Азия. Домик Сеул у нас уже совсем скоро, в 15-х числах ноября, насколько я помню, с 13-го по 15-го, если не ошибаюсь, уже будет приемка этого дома. Визуально он у нас уже полностью готов. И, конечно же, уже проезжая мимо, не мог мне остановиться и хотя бы на секундочку не показать вам этот домик. Красивый дом, мне очень нравится его расцветка, очень нравится, как она играет на солнышке, когда хорошая погода светит. И в контрасте с ярким голубым небом и солнцем, конечно, очень красиво смотрится дом Сеул. Здесь у нас квартал Танце. Огромный привет передаю. Ну и квартал, как я уже говорил, Азия. В квартале Азии у нас множество домиков. Вместе с вами мы смотрели неоднократно на ход строительства этого квартала. И если вас интересует, чтобы я показывал уже построенные дома, то пишите в комментариях. Пишите в комментариях, какой построенный домик вам показать. Манила, Куала-Лумпур. Токио. Красивый квартальчик, но не зря мои выпуски называются по вашим заявкам. Сейчас я как-то стараюсь показывать в основном то, что вы просите. Конечно же, огромное количество просьб поступает по вопросам показать квартал Южная Америка, квартал Западная Европа. Они вот буквально недавно были на прошлой неделе. И скоро будут опять, потому что я вижу, что вам это интересно. Собирает просмотры отлично. Но и другие кварталы и домики хочется не забывать. Это у нас чуть-чуть квартала Африка. Сеул, как я уже сказал, у нас практически, да не практически, а 100% визуально готов. И, конечно, остается только, чтобы он распахнул свои двери и начал принимать дольщиков. Интересная геометрия квартир. Я думаю, что, скорее всего, на приемке дома Сеула, к сожалению, у меня побывать не получится. Но если получится, с огромным удовольствием сниму для вас выпуск. Покажу вам дом Сеул изнутри. И, конечно, вот эти вот квартиры с интересной геометрией, с этими треугольниками, я думаю, для вас будут интересны не меньше, чем для меня. Квартал Африкан. Я так предполагаю, что я, как обычно, думаю, что будет мало домиков. А в итоге показываю вам все попутно. И выпуски получаются насыщенные и информативные. Огромный привет передаю кварталу Африкан. Тоже красивые домики. Стараюсь зимой, осенью подбирать погодку. Еще давайте вот немножечко дома Манила, Куала-Лумпур. Дом Куала-Лумпур вообще прекрасный. У меня впечатление и воспоминания вызывает. Как мы с вами ждали, готовность этого дома просто не передать. Теперь уже, наверное, ремонты где-то делаются. Может, уже даже кто-то и заселился. Да, 100% кто-то заселился. В принципе, особенно в мелких квартирах чего там. Два месяца и ремонт готов. Ну, пускай три. В Маниле так уже давно. Люди живут. Ну, и вот так вот квартал Африка. Очень радуюсь каждый раз, когда получается словить солнышко. Обязательно ставьте лайк, если вам тоже нравятся прогулки по Минск-Мир в солнечную погоду. И вот показать именно вот такую вот красоту. Потому что когда пасмурно, когда туман, все-таки не то. А сейчас в осеннее, зимнее время года, конечно же, это сделать очень сложно. Ну, и вот, в общем-то, квартал Happy Planet. Сейчас быстренько пробежимся, посмотрим на него. Наверное, в обратную сторону, потом вернемся, посмотрим, что там по дворовой территории изменилось. Но, если честно, пока что я особо подвижу, потому что прям что-то серьезное изменилось. В всяком случае, отсюда не вижу. Я знаю то, что многих дольщиков прямо возмутила вывеска, которую повесили золотые ворота. Вот так она выглядит, парк золотые ворота. Конечно, абсолютно не читается. И, как по мне, если вы уже позиционируете название домов на английском языке, допустим, там Golden Gate Park, да, и так далее, Central Park, то уже и называйте их. То есть, с самого начала, когда вы продавали дома, надо было называть их вот парк золотые ворота. И не было бы никаких вопросов. А так, мне дольщики, когда... Огромный привет дому Маракеш. Мне дольщики, когда написали то, что покажи вывеску на доме золотые ворота, я даже не понял вообще, что это за дом. Я уже решил то, что какой-то новый дом начали строить, построили, и уже даже вывеску на него повесили. Потому что лично в моей карте реальности все названия этого квартала идут на английском языке. Центральный парк, туда дальше, Гайдпарк и потом Йогипарк. Сейчас. Конечно, визуально подтянулись эти домики, и кажется, что они уже готовы. Если бы еще привести дворовую сторону в порядок... Бежим, бежим, снимаем, пока не испортилась погодка, пока светит солнышко. И вид на квартал Евразиан. Квартал Евразиан. Недавно у меня был выпуск вот в этом доме Санкт-Петербург. Квартира с ремонтом. Ремонт за 11 тысяч. Отлично просмотров собрал этот ролик, поэтому если вы вдруг не смотрели, сейчас добавлю в подсказочках. Переходите, смотрите. А также квартал Евразиан. Я изнутри зашел в дом Тбилиси. Сейчас для вас готовлю большой выпуск. Уже совсем скоро на канале будет. Надеюсь, где-то к 20 ноября у меня получится его уже выложить. Это планируется ролик про реальные минусы жизни в Минскмир. И вот там в качестве визуального сопровождения чтобы вам не просто слушать меня, а еще на что-то смотреть. Я прогулялся по подъездам трех домиков. Это дом Фламенко, дом Дубровник и дом как раз-таки Тбилиси. Мне подписчики дали код от домофона и любезно предложили зайти и показать, что творится у них в подъездах. Дом Дубровник, дом Фламенко. И, в общем, в качестве визуального такого оформления, сопровождения вот мы с вами посмотрели на бардак. А может и не сильный бардак. Каждый решит сам для себя в подъездах дома. Забегая вперед, давая вам небольшой спойлер, хочу сказать, что в доме Тбилиси мне, конечно, очень понравилось. В отличие от дома Дубровник и дома Фламенко, там, можно сказать, практически порядок. Есть небольшое количество проблем, но их действительно мало. Так я и не успел снять для вас выпуски магазина Минскмира в этом сезоне. В прошлом сезоне был такой выпуск. Уже, конечно, многое поменялось. Что-то осталось по-прежнему. Конечно, Минскмир расстраивается. Сдаются новые дома. Первые этажи заселяются кофейнями, озонами, валбересами и аптеками. Надеюсь, надеюсь, то, что по весне все-таки получится у нас снять с вами большой выпуск про все магазины Минскмира. Я думаю, что их откроется еще больше. Сейчас в конце сезона я уже, конечно, этого делать не буду, скорее всего, потому что это нужно брать или велосипед, или электросамокат и конкретно все объезжать, потому что времени это занимает каждый дом по кругу. Объехать, посмотреть, что там творится внутри. Это очень-очень затратно по времени. Чуть-чуть кадров вам квартала Евразия. Очень приятно мне то, что домики давно сдались, а люди меня все продолжают смотреть. Дом Тбилиси, дом Ереван. Вам отдельный-отдельный привет. Итак, у нас вот дом Йоги Парк. Если у вас есть какие-то замечания, предложения, просьбы, жалобы, что снять, может быть, какие-то идеи, обязательно тоже пишите их в комментариях. Ну и, в общем-то, чтобы следить за моими новыми выпусками, не забывайте подписываться на канал, потому что контент выходит постоянно, регулярно и самый разнообразный. 10 выпусков вышло про ремонт в доме Дубровник. Я сделал ремонт в студии 30 метров за 8,5 тысяч долларов под ключ. Сейчас уже вышла первая часть ремонт в доме Фламенко я начал делать. Там проект другой, чем в доме Дубровник. Тоже со всеми ценами, со всеми расходами. Все заношу для вас специально в табличку экселевскую, чтобы вы могли спокойно перейти, почитать, посмотреть. И, в общем-то, у тех, у кого строятся квартиры, приблизительно планировать, что сколько стоит. Только реальный опыт свой рассказываю. То есть, нету здесь никаких фантазий, как многие люди любят в групповых домовых чатах, на форумах, фантазировать то, что, а это стоит столько, а ремонт в студии минимум надо закладывать двадцатку или тридцатку тысяч евро, чтобы бы сделать. Чисто реально мой опыт ничего сам не делал, везде нанимал людей, людей нанимал. Большинство просто по интернету находил. Да, я тратил довольно-таки много времени делать такую большую процедуру закупки по каждому, так сказать, объему, который мне нужно было выполнить. Но я считаю то, что итоговая цифра окупила все мои временные и трудовые затраты. Также огромное количество на канале есть выпусков про приемку квартир, вот для тех людей, у которых домики уже практически в стадии готовности и совсем скоро будут сдаваться. Рекомендую, переходите, смотрите целый плейлист. Если вы его внимательно посмотрите, то, в принципе, по многим вопросам вам даже не нужен будет приемщик. То есть многие нюансы, многие такие узкие моменты вы сможете спокойно выявить сами. и сэкономить себе какую-то копеечку, если чувствуете, конечно, в себе силы. Чем мне нравится Вячеслав с компанией про приемку, то, что он в нежадной дознании. То есть он спокойно делится информацией, за которую многие люди просто берут деньги. То есть спокойно вам рассказывает о том, как проводить приемку самостоятельно. Хотя вроде это его бизнес, его деньги. И, конечно, это лично меня очень сильно подкупает и очень сильно нравится то, что вот мы так вместе с ним такую серию выпусков постоянно снимаем. Ну что, вот дошли с вами до вывески. Еще раз вам ее покажу. Конечно, не знаю, как-то же вроде у жителей дома Атланта получилось поменять вывеску на более такую презентабельную и более смотрибельную, скажем так. Может быть, конечно, у дольщиков дома парк Золотые ворота тоже получится это сделать. Потому что, конечно, не знаю, а как по мне визуальная составляющая вывески действительно оставляет желать лучшему. Пока стою на светофоре, немножечко вам кадров противоположной стороны взрослой поликлиники. Молодцы, 7 ноября выходной день строят. Активно идет стройка вообще поликлиник. Ну и завершающая часть выпуска, наверное, буквально пару минут посмотрим на ход строительства поликлиник. Это у нас взрослая поликлиника, как я уже говорил на светофоре стоято, что активно ее строят. Действительно, уже 5 этажей почти построено. Да, 5 этажей, 6-й вот в этой части начинают строить. Ну, а по соседству у нас будет детская поликлиника. Детская поликлиника началась строиться попозже, чем взрослая, но тоже ее активно строят. И прямо в данный момент видно много рабочих. Конечно, к огромному сожалению все мы с вами болеем. И я думаю, то, что вот именно поликлиник очень не хватает Минск миру. Я с огромным нетерпением жду, чтобы быстрее поликлиники построились. Так, ну что, чуть-чуть выйдем в центр квартала Северная Европа, чтобы передать ему огромный привет. Дом Таллин, Стадгольм, Копенгаген, Будапешт, Хельсинки, Вильнюс, что у нас здесь еще? Осло. В общем, красивый построенный квартал, детский садик внутри квартала. И вот поликлиники. Это уже у нас как вишенка на торте в завершении строительства квартала Северная Европа. Ну а я уже потихонечку буду с вами прощаться. Как обычно в конце предложу для тем, кто имеет финансовую возможность поддержки канала, сейчас добавлю скриншот, как это сделать. Сделать это очень просто, либо через кнопочку Суперспасибо на YouTube, либо с помощью перевода на карту Халва по номеру договора. Карта Халва от МТБ банка. Получатель Александр Олегович. Проверяйте. И буду очень благодарен любой вашей поддержке. Желаю вам всего хорошего. Не болейте. Хоть поликлиники уже и строятся, но лучше все-таки не болеть. Всего вам самого хорошего и до новых встреч. С вами был Александр, канал Ты Турист. До встречи совсем скоро в моих новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok